Здравствуйте, дорогие зрители канала Хайки Медиа. Сегодня у нас в гостях лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель искусства Республики Арцах, художественный руководитель ансамбля «Мы – наши горы» Республики Арцах, Гарри Аванесян. Господин Аванесян, чтобы наши подписчики могли более подробно узнать, какую деятельность на протяжении многих лет осуществлял государственный ансамбль песен и танцев «Мы – наши горы», хотел бы, чтобы вы рассказали об истоках его создания и деятельности, осуществленной ансамблем в годы несовисимости Арцаха. Добрый вечер, благодарю за приглашение. Я очень рад находиться в студии Хайки Медиа. Итак, в 2000 году решением правительства НКР был создан государственный ансамбль песен и танцев «Мы – наши горы». Изначально он был для пожилых людей, чтобы там работали вышедшие на пенсию деятели культуры. Затем он был переименован в этнографический ансамбль, а потом снова назван государственным ансамблем песен и танцев «Мы – наши горы». Ансамбль со своими гастролями побывал почти во всех городах России – в странах Балтии, Ирана, Ливане. И там, где мы были, мы всегда распространяли армянскую и арцахскую культуру. Мы повсюду получали высокую оценку. В ансамбле были талантливые певцы и певицы, часть из них сейчас в Ереване. Ансамбль сейчас, к сожалению, не действует по известной всем причине, так как в 2023 году мы потеряли Арцах, и все мы были насильственно перемещены. В программе ансамбля были выступления арцахских, этнографических, восточно-армянских и народных песен и танцев. У нас был хороший оркестр народных инструментов. С каждым годом мы становились все более состоявшимися, развивались, но, к сожалению, произошло то, что произошло. После оккупации Арцаха, насильственного перемещения народа Арцаха, как все учреждения культуры, так и государственный ансамбль песен и танцев «Мы – наши горы» столкнулся с трудными проблемами. Как ни было болезненно это говорить, даже с проблемой прекращения своей деятельности. Итак, продолжает ли сегодня в Армении действует государственный ансамбль песен и танцев «Мы – наши горы»? Если да, то в каких рамках и удалось ли сохранить состав ансамбля? Вообще, в каком статусе сегодня находится государственный ансамбль песен и танцев «Мы – наши горы»? Ансамбль сейчас действует в небольшом, очень маленьком составе. Можно сказать, действует на благотворительной основе. Но благотворительность может длиться месяц, два, пять, год. Но государственный ансамбль необходимо сделать снова государственным, чтобы его можно было полностью сохранить. Сегодня ансамбль, можно сказать, действует только на благотворительной основе. Если появляется благотворитель, он занимается благотворительностью. Ансамбль действует. Если нет, ансамбль прекращает свою деятельность. Господина Валенсиан, на протяжении десятилетия вы обучали армянскому танцу разные поколения. Я уверен, что многие из ваших учеников сегодня стали хореографами и продолжают сохранять особенности армянского танцевального искусства. Вы тоже, как говорится, слава Богу, все еще крепки и можете вложить компонент влюбленности к армянскому танцу во многие новые и новые поколения. Какой вы видите свою дальнейшую деятельность? Есть ли запланированные проекты, которые вы хотели бы реализовать? Так, в 2000 году мне поступило предложение от Степанакерского детско-юношеского творческого центра преподавать там танцы. Я проработал там ровно 23 года и выпустил более тысячи студентов. Сегодня мои студенты танцуют в разных государственных ансамблях Армении, преподают в разных танцевальных школах. Я очень рад, что воспитал для нашей нации такое поколение. Находясь в России, я стремлюсь работать с местными армянскими организациями, с армянским народом, чтобы передать свой потенциал, свой опыт и знания, тонкости армянского танцевального искусства следующим поколениям. Армяне сегодня также должны защищаться танцем, восстанавливать силы, вставать на ноги. Знаменитое выражение гласит – нацию сохраняют три фактора – это образование, культура и религия. Если вы несете вот эти три ценности, то продолжаете сохранять свою национальную идентичность, независимо от того, где вы находитесь. Бог дал нам способность воспитывать поколения культурой. И я делал и буду делать все возможное, чтобы они оставались и вырастали настоящими армянами, чтобы думали как армяне и жили как армяне, даже проживая за пределами Родины, чтобы не переставали думать о Родине. Есть ли какие-нибудь идеи, программы, которые вы хотели бы сейчас начать? Будучи в России, я первым делом поговорил по телефону с председателем армянской национально-культурной автономии Краснодарского края Артемом Сергеевичем. Он очень любезно принял меня. Мы поговорили, он предложил мне работу. Я был очень рад видеть, как наши маленькие армянские дети, посещая воскресную школу, танцуют армянские танцы. Большое спасибо Артему Сергеевичу, дирекции школы имени Гованеса Туманяна, за то, что предложили мне работу. Я готов в этой школе более тщательно обучать детей, знакомить с тонкостями армянского танцевального искусства. Мы также желаем вам удачи и верим, что в ближайшем будущем вы передадите свои навыки нашим армянским детям, живущим в России. Изгнание армян из Арцаха – одна из самых тяжелых страниц армянской истории. К сожалению, из-за потери Арцаха, культура Арцаха сегодня находится под серьезной угрозой. Поставлен под угрозу богатый облик многовекового Арцаха, его культурный облик. Господин Авансин, как человек много лет занимаюсь искусством. Что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы по возможности сохранить культурный облик Арцаха? В Нагорно-Карабахской республике, я, конечно, не могу назвать точное количество, но государственных ансамблей действовало точно больше десятка. Государственный танцевальный, государственный песенотанцевальный, хоры, джазовый оркестр, эстрадный оркестр, симфонический. И все ансамбли работали на высоком уровне. День за днем, год за годом они совершенствовались, и во всех ансамблях было много хороших специалистов. Сейчас все эти ансамбли стоят на краю пропасти. Есть ансамбли, которые сейчас уже не действуют. Есть ансамбли, руководители которых откуда-то собирают средства и собирают, и стараются по возможности сохранить свой ансамбль. В таком же тяжелом положении находится и государственный ансамбль песен и танцев «Мы – наши горы». Вообще, очень трудно сохранить ансамбль на благотворительной основе. Такой ансамбль не может достичь великих целей. Никакого качества не будет. Ансамбль необходимо сохранить на государственном уровне. По моему мнению, сегодня в первую очередь необходимо сохранить арцахский диалект. Сохранение арцахского диалекта, безусловно, является одним из самых важных факторов. Нужно сохранить этнографию Арцаха, песню, музыку Арцаха, арцахское танцевальное искусство. «Мы – наши горы» был единственным ансамблем в НКР, в программе которого было более 20 песен и танцев на армянском диалекте. Я сам написал 2-3 песни для ансамбля, которые получили очень хорошие отзывы. Спасибо за беседу. И в заключение хотелось бы, чтобы вы обратились как к многотысячной аудитории «Хайхмедиа», так и к армянской диаспоре всего мира. Участие армянской диаспоры должно быть видно на родине. Диаспоре не обязательно помогать деньгами или чем-то материальным. Но она должна сделать все, чтобы Армении не выпала участь Арцаха. Армянская диаспора обладает большим потенциалом, возможностями, с помощью которых она может реализовать все это. Армянский народ, наши соотечественники, живущие в Армении, ждут именно этого момента, чтобы диаспора действовала таким образом, чтобы Армению не постигла судьба Арцаха. Поэтому я призываю армян всего мира объединиться и спасти Армению. Благодарю за довольно насыщенную беседу. Вам также удачи. Спасибо за приглашение. Спасибо «Хайхмедиа» за вашу деятельность. Всегда несите и сохраняйте армянское.